Первый игровой день Харикейн и Реалити уже довольно давно товарищи по команде, причем если у Реалити есть определенный опыт карьеры еще в Брудворе, правда тогда, если я не ошибаюсь, он выступал за команду Эстро, то у Харикейна серьезного опыта игры в Брудвор как минимум на профессиональном уровне нет. Вероятно он был одним из полупро или одним из любителей, но уж точно вот таким серьезным профессионалом не числился. Как же Харикейн попал в профессиональный Старкрафт? Дело в том, что в том числе и в первом Старкрафте была такая гильдия Фою. В Корее вообще очень интересная система этих кланов и гильдий, система о которой можно рассказывать очень долго, но можете считать, что гильдия это вот такая как бы любительская команда, которая очень серьезно тренируется и которая воспитывает игроков для того, чтобы потом передавать команду профессионально. Так вот, как раз в гильдии Фою играл Харикейн, по-моему у него был никнейм Тир, возможно меня Кугуар поправит, который есть сейчас в чатике, но я почти уверен, что у него был никнейм Тир Фою. И во втором Старкрафте он тоже начал играть вместе с гильдией, они видимо всей гильдией перешли на второй Старкрафт очень быстро. Ну и через какое-то время Фою превратилась из любительской гильдии в профессиональную команду, For Our Utopia расшифровывается эта аббревиатура. Очень много было интересных игроков в этом Фою, во главе с суперхаризматичным Чоей, который сейчас, напомню, является тренером команды MVP. Ну и как раз там вот в качестве протоса Тир Фою играл и ныне Харикейн. Затем команда Фою была приобретена FX Open, там уже был FXO Тир, все это время он показывал далеко не самые классные результаты, и к моменту, когда уже реалити перешел из первого Старкрафта во второй вместе со всей Кеспа, Тир по-прежнему был малоизвестным игроком. Но вот потом он сменил никнейм на Харикейн, затем перешел в состав Samsung Galaxy, и надо сказать, что с тех пор сильно прибавил. Если вот во внутрикомандной иерархии по-прежнему... Ох, как красиво, кстати, реалити поймал адепта. По-прежнему, наверное, чуть выше стоит именно реалити, во многом за счет своих брудварных достижений, хотя и все-таки за счет неплохого выступления на пролиге в том числе. То все-таки, если говорить о положении в корейском Старкрафте вообще, сейчас мы пришли к тому, что уже реалити является явным фалоритом этой игры. Во многом, правда, из-за того, что определенные проблемы, как минимум с точки зрения терранов, есть в балансе этого матчапа. Но в том числе и благодаря самому Харикейну, который действительно здорово перешел на Legacy of the Void и пока исключительно радовал своей игрой. Давайте смотреть, какие билдордеры придумали Харикейн и реалити для первого сета. Что касается реалити, то он сыграл в быстрый командный центр, затем три барака и два газа, популярный еще в конце Heart of the Swarm билдорда, которому довольно быстро пришли терраны на макрокартах, вроде кактуса, там, вроде каких-нибудь Iron Fortress даже. Что же касается Харикейна, то у того мы видим быстрый дроп адептов в переход в дарков. То есть сейчас прилетает призма с адептами, начинается развлекуха на базах у реалити, и после того, как адепты там ничего-нибудь нахарасят, на призму еще и варпанутся сразу дарки. И тут, конечно, большой вопрос, будет ли у реалити под носом детекция, потому что если нет, то отбиться от этого ему будет необычайно сложно. Дроп адептов это едва ли не главная слабость вот подобных билдордеров, билдордеров в командный центр, быстрые три барака, но очень позднюю факту, потому что, по сути, у терна ничего нет, кроме морпехов и эссивишек, ну и против тех и против других, и против морпехов, против эссивишек, я имею ввиду, работают, конечно, очень здорово. Адепты пока не были заварпнуты дарки, и сейчас мы видим, что брошен мул, таким образом нет скана у реалити, но вот не спешит использовать своих дарков Харикейн, не видел реалити просветкой как раз-таки Дарк Шрайн, вот появляется на карте первый дарк, что делать? Ставить турели, понятное дело, потому что как раз-таки нет турелей нигде у реалити, ну и скана пока нет, здесь через 15 секунд будет мана, непонятно, что там на мейне. Вот на мейне как раз, кстати, появляется второй дарк, начинает нарезать морпехов, у которых нет щитов, поэтому они все умирают с одного удара. Да, ну на мейне есть турель, а на натурале есть скан, таким образом реалити более-менее справляется, тем временем обязательно Харикейн ставит третий Нексус, потому что такие билды играются только с переходом в быструю третью, ну и в этом вся сила подобных билдов, то есть Протас выходит третью базу, параллельно удерживая соперника на двух и толком не давая ему вообще никакой возможности перейти в атаку даже. Снова высаживается дарк и наплевал, кстати, на этих дарков, в реалити полетел в дабл дроп, понимая, что ему уже нужно показывать агрессию какую-то. Дарком очень красиво Харикейн управляет, но резонул только двух рабов, тут смотрите какой дикий просто варп гейтвейв идет, целых восемь гейтов сейчас будет у реалити, в данный момент их только три, и первый дисраптор уже появился на поле боя, у реалити очень сильный билдордер, у реалити очень хороший билдордер, безусловно, и я даже не представляю, есть ли здесь действительно хоть какое-то слабое место, может быть вот этот пилон является слабым местом, но там есть еще один, на который уже брошен верчатш, реалити обязательно попробует сейчас поразмениваться, запрыгивать в медивак надо, ну что же делает реалити? Реалити думал, что он успеет убить дисраптора до того, как тот взорвется, почти фатальная ошибка для терна Samsung Galaxy, потому что все-таки первым взорвался именно шар дисраптора, после чего реалити лишился практически всей своей пехоты, очень рискованный мув, это мне напоминает, как когда-то давным-давно против микозов таким образом действовали, тоже из серии, ой, зерк все равно не успеет, давайте-ка я профокушу инфесторов мариками, ну а потом, да, потом был микоз в 20 мариков, и понятно, что ничем хорошим это, как правило, не заканчивалось для терна, вот такая же история, а вось протас не видит, или зерги тоже так любят, а вось протас не смотрит и не бросит форсвилд, угу, угу, да, не бросит, вот, собственно, не успел терн забрать дисраптора, тоже за это поплатился, и у реалити очень агрессивный билд, у него 5 бараков, сейчас строится вовсю пехота с апгрейдами 1-1, и очень поздний третий командный центр, в то время как Харикейн уже как минимум делает вид, что он вовсю хочет ставить четвертую базу, 43 рабочих на 67, четвертая Харикейна и близко не нужна, ему нужно просто сейчас сидеть и грамотно отзащищаться, для того, чтобы сохранить свое преимущество, преимущество, которое у него безусловно есть, у Харикейна есть блин к сталкерам, есть скорость вар призмы, ну, а у реалити есть очень много медиваков, которые летят на натурал, ну, там, конечно, потрясающе готов Харикейн, вот он просто ждет, он просто ждет этих медиваков, и очень хорошо для реалити, что он в итоге туда не полез, потому что ничем хорошим для него этот дроп бы не увенчался, ну, тут бы как-то с другой стороны залететь, конечно, но пока тяжело располагать свою армию в грамотной реалити, потому что он не до конца понимает, где войска соперника, вот сейчас он понял и высаживается очень неплохо, сейчас можно мины закопать на рампе, профокушен еще и дисраптор, тут, конечно, миллион пилона верчаджей, но вот попадается Харикейн, попадается он на эти мины, три мины сумели взорвать очень серьезную группу войск протаса, и здесь реалити разменялся неплохо, он вышел вперед по лимиту, единственное, в чем он сейчас не впереди, он не впереди, конечно, по экономике, ну и по апгрейдам равенства отныне, 1-1 апгрейды из той, с другой стороны, при этом у реалити, пока я так вижу, даже армори нет в проекте, то есть он и будет сидеть дальше на грейдах 1-1, ну и продолжает он попытки дропов, Харикейн без тормозов выходит уже на четвертую базу, странный залп дисраптора, сейчас, видимо, по мини стрельнет, но не попал Харикейн, сильно ошибся, не очень здорово чувствует сейчас тайминги дисрапторов протаса, еще не успели привыкнуть, возможно, ну а здесь мы видим массовый дроп с шести медиваков, они не все прям забиты войсками, кроме того, тут дарки, ну тут не очень дроп выходит, по-моему, от реалити, дарков грамотно варпанул Харикейн, и адептов грамотно варпанул, и сталкерами здорово подмикривает, короче, улетать оттуда нужно, да, в итоге вся пехота теряется, медиваки, конечно, выживают, но по лимиту тут же просел очень здорово реалити, вот что мне не нравится сейчас в игре Терна Самсунг Галакси, он играет в таком чисто хотсовском стиле, знаете, вот как Мару, просто дропает туда, дропает сюда, а как насчет либераторов? Я понимаю, что экономика может быть не та, причем до сих пор, но, по-моему, все-таки без либераторов, ну, очень тяжело будет что-то придумывать против, просто тупо масс адептов и масс сталкеров протаса, то есть даже, как бы, дисрапторы, это такой необязательный элемент в данной ситуации. Очень плохо Харикейн, в смысле, реалити отбивается от Хараса Харикейна у себя на третьей базе, там 11 рабочих он потерял, ну и Харикейн уже, похоже, идет убивать, причем армии саплая у Терна по-прежнему больше, но без либераторов это совсем не тот армии саплая, которым выигрываются сражения. Реалити летит в массовый дроп, от которого попытается адептами и дисраптором отбиться протас, то и очень хорошие залпы дисрапторов, залпы четко по минам, на которые, возможно, была надежда здесь у Терана. Теран красиво профокусил там дисраптора и ушел от его Шарика, еще и здорово закопал мину на хайграунде, но вот здесь, видите, что происходит? Здесь просто адепты очень долго живут, очень большой урон наносят, и даже несмотря на то, что Харикейн ошибся с пилоном, на который доварпывал, я думаю, что очень тяжело будет Реалити отныне что-то придумать, единственного либератора он потерял, дроп, соответственно, тоже полностью потерян, так что это 1-0 в пользу Харикейна, у которого дома 4 базы, у которого дома все великолепно, ну и еще и вот войско уже в продакшене у Терны. GG. 1-0. Харикейн сумел переиграть своего соперника, причем я бы сказал, что в итоге с довольно большим запасом, потому что игра самого Харикейна была отнюдь не безошибочной, немало он нафейлил в контроле, прежде всего, дисрапторами, кроме того, были определенные недоработки у него в макро, не обязательно было ему так быстро лезть на четвертую, там еще какие-то моменты, но самое главное, что он отлично отбивался от дропов, и, конечно же, благодаря этому он чувствовал себя очень комфортно в течение всей игры, потому что отбитие от дропов на такой стадии дает протасу такое спокойствие, потому что Терран хочет выносить этими дропами хаос, хочет резать рабочих справа и слева, закапывать мины сверху и снизу, но вот не всегда, не всегда получается. Ну, опять же, реалити мне не очень понравилось, что толком не делал никакой ставки на либераторов. Он вот пытался построить уже в самом конце буквально парочку, но этого ж мало. Этого ведь совсем мало, нужно, конечно, как-то поактивнее было добавлять либераторов, поскольку медиваков было и так уже довольно много, они не терялись, они сохранялись, то есть, не то чтобы прям вот была огромная необходимость в подстройке все большего и большего количества медиваков, ну ладно. Посмотрим, какой у реалити план на второй сет, пока игра не проиграна, потому что, напомню, у нас матч до двух побед, и у реалити еще есть шанс отыграться, но Харрикейн стоит отдать ему должное, пока оправдывает ставки букмекеров, которые считали именно его хаворитами. На карте Dusk Tower состоится второй сет, слева снизу появился красный термин Samsung Galaxy Reality, ну и его соперник, но товарищ по команде Харрикейн появился справа сверху. Интересный довольно был период в карьере у реалити, когда он покинул состав команды Samsung на несколько месяцев, и то ли делал паузу в прогейминге, то ли пытался найти себе некорейскую команду, но в итоге как-то так получилось, что просто вернулся в Samsung несолоно хлебавший, было это как раз вот в конце 2014, в начале 2015 года, ну и казалось, что там реалити довольно странно поступил, раз ему в итоге пришлось вернуться в Samsung, но возвращение получилось довольно неплохим, реалити снова прописался в основном составе Samsung Galaxy, снова начал показывать хорошие игры на пролиге, которые стартуют, я так думаю, через несколько недель, правда пока непонятно с кем в роли восьмой команды, ну а сейчас нам предстоит посмотреть на очень агрессивную игру от Харрикейна, Харрикейн ставит прокси-гейтвей, причем второй, то есть дома на случай разведки он имитирует абсолютно стандартное развитие, у него там гейтвей, кибернетка, будет один газ, но вот в атаке у него уже есть прокси-гейт, и я так понимаю, задумка здесь весьма проста, Харрикейн делает просто адептов с двух гейтов, затем он очень активно бустит апгрейд на варп, и дальше делает просто какой-то там, я не знаю, 3-4-5 варп-гейт пуш, с помощью которого просто пробивает рампу, потому что у него есть прокси-пилон, ему есть куда варпать, и в целом в этом плане ему, конечно, будет очень удобно. Единственное, чего я не совсем понимаю, сейчас все-таки у протаса два газа, и газ прям как-то очень активно расходуется, может быть все-таки не только адепты будут, может быть еще что-то, но пока об этом рано говорить, первый адепт вот-вот появится на мейне у реалити, конечно, не прям вот на мейне тут стенка, но стенка не самая удачная, стенка, которая не помешает Мазеркору бросать пилон и верчать, вот я уже отмечал на недавней трансляции, кажется, не корейно прицелено, это не очень важно, что очень хорошей идеей сейчас для тернов является стенка формата supply-supply-бункер, вот в таком формате, конечно, стенка очень хорошо себя, как правило, проявляет, потому что можно вычинивать бункер, можно не отдавать supply, ну а здесь мне кажется, что очень тяжело будет реалити что-то придумать, он уже, правда, делает циклона, и циклон это очень хорошая инвестиция в будущее, циклон это возможность все-таки отбиться от адептов, от Мазершипкора, от всего на свете, пока мариков довольно много, и в целом с адептами должен будет, я думаю, как-то справиться террин, ну и особенно если выведет рабочих, да, там вряд ли стоило бы лезть, но террин сейчас потеряет еще один supply, потеряет реактор, у него уже supply-блок, и, конечно, циклон очень нужен, циклон очень важен, и циклон появляется на карте, нужно выводить рабов, и очень грамотно отменяет телепорт Hurricane, Hurricane пока вообще, по-моему, все шикарно делает, нужно барак уже спасать, да, потому что у него там дела совсем плохи, циклон это великолепный юнит такой ситуации, нужен обязательно второй, а у Hurricane снова Dark Shrine, посмотрите, какой быстрый, Hurricane успевает весьма неплохо развиваться технологично, параллельно со своим вот этим вот, харассом адептами, уже Dark Shrine делается, вот это да, это здорово, по рабочим, правда, пока террин себя неплохо чувствует, ему самое главное циклона, не отдать все будет хорошо, второй циклон тоже появляется на карте, это минус еще два адепта, гарантированно, ну и остальные два, понятное дело, отменяют телепорт, да, ну вот с Dark Shrine, конечно, беда, Dark Shrine это сейчас реалити совсем не ждет, 25 на 29 по экономике, на самом деле все здорово, то есть для терна ничего непоправимого не произошло, смотрелась эта атака, конечно, страшно, но как бы на самом деле далеко не все так плохо, плохо все будет именно если Dark'и окажутся на базах терна, вот там вот, конечно, будет беда, но нам показывают, что реалити как будто специально, или не как будто, но в общем он оставляет, манна на скан, оставляет, оставляет, он еще специально, Мулов не бросает, он сканет и видит Dark Shrine, отличная работа, отличная работа, реалити есть два циклона, и скан, 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 скан пошел, и красиво же как, циклонами умничка, реалити, ну чуть-чуть не хватило, он циклоном специально прокликал того Dark'а, то есть он нажал C-клик, и попал по Dark'у, который вот уходил на натурал, очень здорово, очень грамотно все делает реалити, потрясающий геймплей в этом эпизоде от терна Samsung Galaxy, просканил, увидел Dark Shrine, все сделал грамотно, подготовился к Dark'ам, циклонами зацепил, сканы сохранил, супер игра от реалити, Hurricane тоже, конечно, красавчик, очень классный билдордер, потому что после столь агрессивной игры адептами, такой быстрый Dark Shine, это тоже дорогого стоит, это тоже отличный билд, полная концентрация внимания, и так далее, и так далее, но, как по мне, все-таки реалити здесь отыграл действительно сильнее соперника, Hurricane-то продолжает, смотрите агрессию, у него есть куча Blink Stalker, он фокусит циклоновый, минус один циклон, минус второй, неужели реалити вот просто так сейчас, после всех своих подвигов, возьмет и умрет от Blink Stalker, там еще и Dark навязает очень жестко, отступает за рейндж-детекцией турели, очень грамотно, Hurricane, да ладно, ну там Либератор был, Либератор улетел, Hurricane, да, да, вот он, Либератор, Hurricane, смотрите, как грамотно сохранил кучу сталкеров на лоу-хитпоинтах, и просто делает 2-0 сейчас, ой, я представляю, как обидно реалити, ой, я представляю, как у реалити сейчас бомбит, потому что, если бы он, например, оставил дома этого Либератора, то был бы вообще другой разговор, если бы просто он оставил дома разложенного Либератора над Турелью, никогда не произошло бы того, что произошло только что, но Либератор полетел в контратаку, недоразведал здесь немного реалити, и вот, пожалуйста, обидно, я не знаю, как вам, мне очень обидно, что реалити здесь вот так вот в итоге взял и отдал вторую игру, потому что действовал он великолепно, он справился с сумасшедшим давлением соперника, но Харрикейн, конечно, как в Тауэр Дефенсе, знаете, так волна за волной, на тебе первая волна адепта и пилон оверчардж, справился? Держи вторая волна, Дарки, а в это время я ставлю вторую базу, а теперь держи третья волна, Блинк Пуш, и вот на третьей волне, это Тауэр Дефенс для терна и закончился, GG 2-0, победа Харрикейна, то что я cocoa, и сэр Мерс. и сэр Мерс. Продолжение следует...